Ежедневно сотни автомобилистов стоят в пробках на перекрестке проспекта строителей со стороны улицы Жердева. Многие за узкой дороги сознательно идут на нарушение правил. Как думаете, здесь нужно расширить дорогу? Это однозначно. Почему? Потому что большой поток, а полоса всего одна. Машины по неволе вылезают, нарушают и выезжают на стречку. Обязательно, обязательно нужно. Очень узкая дорога, потому что смотрите сами туда. В этом году дорожники собираются расширить выезд с улицы Жердева, тем самым превратив дорогу в официальные две полосы. Не останутся без внимания и перекрестки частых аварий. Перекресток улиц Жердева и Мокрова излюбленные. Место встреч автомобилей в этом году здесь планируют поставить светофор. Кроме этого, на улице Жердева расширят дорогу. Комитет по строительству планирует срубить гнилые деревья на обочине и проложить дополнительную полосу для движения. Тем самым дорожники надеются разгрузить выезд с улицы Жердева. Дорога на улице Калашникова в 47-м квартале также нуждается в увеличении. Водителям зачастую приходится ютиться в два ряда на одной полосе. А 100 метров длиной, полтора метра ширины? А 100 метров длиной, полтора метра ширины? Да, вот от того заезда. Столько седается? Полтора метра ширины. Но нам придется и ограждение тогда делать дальше. Да. У нас здесь частично ограждение есть. Ну, частично есть. Да. Его продолжим. При минимальных усилиях и вложениях можно расширить проезжую часть, оборудовать дополнительными светофорными объектами и не держать машины, отпускать их сразу. Это улучшит наш трафик примерно процентов на 30-40. Расширение дорог ложится на городскую казну. Однако есть вероятность, что федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» возьмет на себя один или два перекрестка. Илья Балханов, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ.